В Актау снесли незаконно построенный пятиэтажный жилой дом. Его возвели на средства дольщиков, которые вложили в проект миллионы. Люди планировали заселиться в свои квартиры до Нового года, но вместо праздничного настроения получили плохую весть от местных властей. Выяснилось, что разрешения на застройку никто не давал. Чем теперь закончится жилищный скандал, выясняла Аида Иманали. Словно у разбитого корыта остались дольщики недостроенного дома. Порядка 60 человек наблюдали за тем, как миллионы их вложений, надежд и долгих ожиданий потерпели крах. Люди говорят, что воделец участка несколько лет строил объект без разрешения. В итоге его решили сравнять с землей. Я вложил 8 миллионов. Каждый из нас раскошеливался, чтобы получить заветные ключи. Деньги нам теперь никто же не вернет. А как быть тем, у кого есть долги? Сын купил эту квартиру. Мы ему помогли, так как он вахтовик у нас. Ему нужна, естественно, квартира, так как молодой, скоро хочет жениться. А тут вот такие вот дела творятся. Акимат никого не предупреждает, ни в СМИ, нигде ничего. Впрочем, сами чиновники уверяют, что застройщика о грядущем сносе предупреждали. Даже дали год для того, чтобы он смог оформить все необходимые документы на дом. Но узаконивать объект мужчина якобы не стал. Как результат, строительство велось без сопровождения авторского и технического надзоров. Застройщику до сегодняшнего дня не выдавались разрешительные документы. Было выдано предписание на прекращение строительно-монтажных работ и оформление документов. Однако он проигнорировал наши замечания и продолжил строительство. Сейчас составлен административный протокол, а сумма штрафа будет взыскана в собственность государства. В результате суд вынес решение о полном сносе строения. А чиновники отметили, что дольщики имеют право взыскать свои средства с недобросовестного застройщика в правовом порядке через суд.